добрый вечер так в общем продолжим наши темы самых необычных интересных явлениях которые зафиксированы в древней и древнейшей историей значит во первых хочу сделать вот такое небольшое замечание странное иногда бывает что мы не только в диспутах везде бывают даже там соцсетях вконтакте там под ютубом иногда я не знаю у кого найдется время все читать но по крайней мере иногда проскальзывает нечто такое когда говорят об основании вот чем это все обосновано странно слышать когда такие вопросы возникают при том что мы всегда не только указываем источник мы именно на них и опираемся потому что как бы мало не осталось письменных источников знаете вот именно на них и приходится опираться то есть тут я хочу напомнить еще один важный момент сам факт его интерпретации мы об этом тоже говорили что это не совета далеко не одно и то же допустим тот факт что скажем в перу записали предание местных индейских народов причем не только инков мы другие были культуры и другие народы значит и аймара рассказывали о появлении значит и аванако и были свои предания учимы мучи канадского общем и так далее всех местных культур так вот это в основном испанцы записали и то что там рассказывается о них вот о богах конкретно цивилизаторах авера куча кончики его спутниках об их деяниях этот сам факт записи то есть то что индейские народы это рассказывали это записано вот это факт интерпретировать дальше можно как угодно может посчитать что это были пришельцы допустим можно посчитать что это не пришельцы это какие-то местные правители обожествленные тем более что историки иногда и путаются потому что несколько персонажей под одним именем а это сплошь и рядом происходит в истории всех народов всех континентов этой новом свете и в старом свете то есть это интерпретация кем мы кого мы подразумеваем и как мы понимаем кто скрывается за этим обликом кем он на самом деле является а сам факт что так описано вот сам факт он установлен то есть о нем спорить это уже бессмысленно в принципе его и никто не отрицает даже официальные историки это признают они просто это считает мифологии сейчас мы поговорим о самых наверно поразительных страницам древней истории которые описаны именно в письменных в общем-то источниках дошедших до нас некоторые из них более-менее известно когда возникли некоторые из них теряются там глубине времен также не поймешь возможно первоначально они были в устных преданиях потом заходили значит принимали письменную форму тогда вот сегодняшняя тема как вы все уже знаете это оружие богов вот то необычное оружие которое в этих самых письменных источниках и описано в общем-то начнем мы пожалуй с древнего египта у нас фильмов были разные сюжеты об этом приводилась информация приводились комментарии специалистов которые естественно открыты к таким фактам и интерпретируют их по но поскольку мы не знаем полной картины окончательно так сказать никто не может конечно он полностью постиг и вся окончательная истина в его распоряжении то естественно бывают разные версии и думать и сравнивать и сопоставлять или делать какие-то выводы это не только право каждого мыслящего человека это еще его обязанность на самом деле так что в общем самый наверное интересный эпизод в истории древнего египта смысле вот самый необычный самый поразительный хотя много чудес было описано и необычного было и литературе есть это все тоже называется мифологии но вот там где мы выходим из мифологических времен так называемых додинастических уже чисто в историческую эпоху конкретно вот во время династий то есть это абсолютно все однозначно подтверждено что эти личности существовали и события каким-то образом происходили хотя не очень ясно каким вот тут и возникает интересное сопоставление а как же тогда мифологии мифология она относится вроде к древнейшим временам да в такие более поздние времена в принципе тоже может быть какая-то мифологии какие-то привлечения там что-то мы сейчас мы попробуем в этом разобраться значит самый необычный эпизод связан с тем что в истории египта называется битва при кадеши это на пятом году правления молодого еще фараона рамсеса второго которого в общем совершенно заслуженно прозвали велики вообще величайшим из фараонов на пятом году его правления к египту подходили многочисленные союзные войска его противников это в основном были хеты но там были не только хеты они набрали еще из желающих соседей азиатских воровских стран иначе все вместе дружно пришли грабить египет значит два словах я расскажу предысторию чтобы было понятно собственно ничего такого тоже сверхъестественного нет но чтобы общая картина была понятна значит рамсес великий сын сети первого а до сети первого там была череда нескольких там коротких правлений до него еще был очень сейчас не все не будем все перечислять но кто там хамон умер молодым до него его отец их на тон которую возвели значит в ранг реформатора вот такая странная способность не улыбляясь события кого-то кем-то объявлять она тоже иногда в науке что-то неприятно может удивить их на тонна конечно нельзя считать обычным реформатором то есть если у стран с нормальным реформатором которых мы знаем и засток там возьмите кого хотите там петр первый допустим это в древнем мире тоже были реформаторы все боги цивилизаторы они были великие реформаторы естественно что там с ними сравнить с чисто историческими личностями что дело допустим тоже петр первый он его реформы приводили к тому что страна достаточно явно и уверенно прогрессировал может быть были какие-то неприятные вещи ему приходилось наказывать слишком консервативную часть обществе кто-то сопротивлялся это все обходилось не без крови не без слез наверное это все нелегко давалось но это происходило вот результат работы реформатора в том что вот что-то крупно менялась а их на тонн поменял всего лишь объявил о том что у него другие немножко представления о религии и вот на этой почве его тоже посчитали реформатором вся его реформация заключалась в том что он построил себе небольшой город из небольших камней кстати большие они уже не имея возможности оперировать большими им пришлось удовольствоваться маленькими камнями которые после его смерти очень легко значит естественно и разобрали на части историком потом пришлось все это восстанавливать по крупице повозиться им пришлось конечно это их работа восстанавливать опыт или потерянные события но делать из этого слишком большой шум в данном случае не очень обоснованно потому что он не усиливал армию он не менял вооружение он не находил новые технологии он не перенимал какие-то традиции у других народов чтобы египет так сказать был более прогрессивными не отставал от соседей потому что такое оставание может окончать кончится просто завоеванием и поражением страны все этого их на тонне делал то что должны делать нормальные приличные нам из истории реформаторы он всего лишь навсего грелся на солнечке он объявил что все остальные боги это неважно их так сказать нет или есть в общем для него это не суть дела он признает только видимую часть солнца вот сам атом солнечный диск это и есть бог и это есть он вот на небе то что вы видите это есть он вот он объявил так иначе все должны поклоняться мне поскольку не очень шибко естественно другие к ты жильцы других культов и народ который в эти культы естественно верю его не очень очень конечно поддержали он сил таких у него что всех наказать всех заставить принять новую очень смешно назвать новую такую религию перепелки назвал так у личности совершенно справедливо назвал это было скорее культа культом личности а не культом новой религии вот он себе заперся в своей столице грелся на солнышке не отвечал на послание значит с границ государства которые приходили от начальников военных отрядов начальников гарнизонов и так далее о том что положение очень тревожное а враги как почувствовали что египет как-то слабый не реагирует на удар и стали его не просто подкалывать а уже стали постепенно у него вторгаться и есть эти письма они тоже сохранены это все в общем-то дошли дошло до нас и картина совершенно понятная то есть технотон абсолютно не обращал внимание на там писать первое лицо государства ему говорят что там вот крепость какая-то осаждена она в окружении просят помощи вот уже еще какое-то время это крепость пойдет и вывозь к там погибнет его люди его поданы и просто помощи не реагирует то есть если лежит там греется на солнышке этот такой вот реформатор и то есть если бы не с эти первый тут он хамон тоже недолго прожил ничего не успел сделать после него тоже там была короткая такой власти немножко таких более-менее случайных личностей потом все-таки пришел с эти первые который был сильным энергичным правителем и ситуацию восстановить так вот если бы не пришел с эти первые после него рамсес уже был продолжателем дела с эти первого то египет фактически это получается где-то в общем то уже в 14 веке до нашей эры был бы завоеван вот то что произошло в шестом веке когда камбис сын кира великого персы завоевали египет и египет перестал существовать уже как независимое государство это произошло бы вот вместо шестого там на семь веков раньше в общем то мы потом правда греки освободили египет уже было греческое правление в египте но это опять же египет уже не был независимым государством это была греческая династия патолемея которым относились и сами царь патолемея и знаменитая царица клеопатра в общем и тогда до римского завоевания там была греческая проблема это все нам известно это все понятно так вот но при том что с эти первому удалось в общем то привести ситуацию в какое-то чувство так сказать все проблемы были не решены то есть постепенно вот этот эта тенденция о том что египет не отвечает на удары а египет это очень богатое и большое государство и там всегда есть чем поживиться привело к тому что уже при ран сессии вот потенциальные противники египта конкретно вот хедская империя которая была достаточно могущественной и она была могущественной не только организации там зацепленной сильной армии но и тем что они выплавляли железом уже было железное оружие были железные доспехи причем выплавка железа считалась государственной тайной это все нельзя было распространять чтобы соседи этого не было чтобы они были сильнее то есть технологическое преимущество что было сохранено и вот они собрав огромную армию называется цифров 40 тысяч достаточно солидная армия по тем временам отправляются направляются значит к египту рамсес узнав об этом собирать свою армию всего лишь в 20 тысяч уже в два раза меньше и выдвигается именно встречу то есть чтобы как настоящий хороший полководец он понимать что если вести военные действия то и лучше вести на территории противника или соседа по крайней мере как он нейтрально не в своей стране чтобы разорялись города там погибали граждане твои а где-нибудь на нейтральной полосе чтобы вести войну и кто победит это уже будет видно если войско проиграть все равно враг придет зайдет а если она если войско так сказать победит его армия то значит враг будет отраженной стране никаких проблем кроме каких-то там решающая битва происходит около города кадыш ситуация сейчас я значит буду рассказывать то что тут мы имеем опять такую ситуацию вообще по этой теме не что касается богов тут поскольку перебитается представление наше представление об их мифологии тут опять часть вроде историческая часть уже мифологии непонятно что то что я сейчас рассказываю это пока относится полностью то есть пока рассказываю без версий это все признаны с этим споров нет спору начнется потом вот рядом протекает река орунд и египетские части войско разделено на три так сказать дивизионы или там легионы в общем не очень понятно как назывались ну по примеру в римских легионов и примерно столько что там четыре с половиной тысячи было римском регионе а примерно по стольку значит четыре легиона египтян которых которым даны имена богов там амона там бра в общем мунту и так далее ну то это бог фиф и значит первый легион успевает перейти реку и и рамсы вместе с ними почему его в охрану там все такое значит остальные войска потом частично они еще находятся на марше они подходят к берегу и собираются переправляться все это устраивают вместе со своими союзниками там все ты не одни я уже сказал значит они устраивают такую вот провокацию они подсылают к нему шпионов которые дезинформируют в общем идет сначала информационная война и якобы попадаются там два пленных египтянам они говорят что хеты ушли тут ничего нет спокойно можно так сказать вообще коротко дар захватить и а на самом деле египтян там ждет засада и когда первый легион оказывается уже на том берегу со всех сторон появляется вражеское войско египетский этот вот один всего лишь которым там не более 5000 воинов он оказывается в окружении этот один легион и вражеская армия будет примерно 40 не все сразу вываливаться естественно битву но понятно что преимущество большое преимущество в оружии у египтян доспехов почти не было и вот в этом состоянии когда первый общем первая военная часть в окружении попала в окружении и практически была уничтожена там может быть они не все взяли в плен не все погибли но это эта часть больше не существует остальные три части готовятся к переправе переправляются вот в этом состоянии происходит очень интересная вещь значит небольшой лагерь который успели разбить египтяне в котором находится фараон сам со своими телохранителями там с ранеными с больными то есть все кто не очень подвижны они находятся в этом лагере передовая часть хетского войска из примерно две с половиной тысячи колесниц ну колесницы быстрее идут чем пешие воины да значит они выходят к этому лагерю и его окружу начинают окружать но сначала они появляются значит бывает видно что противник идет вот это вот небольшая кучка египтян увидев что такое со всех сторон на них идет противник кидаются в бегство на утек это факт в общем установлены наукой достаточно твердо что происходит вот а рамсес говорит своему колеснику колесничек а это так сказать ваше величество пора делать ноги тоже соответственно что все сбежали давайте мы тоже спасемся чужие зазря попадать так сказать врагу в плен ахеты но видимо они уже понимают что вот и царь вроде влаги и сейчас думают они возьмут плен они его окружат а рамсес не не отдает приказа удирать своему колесничьему то есть все остальные уже сбежали остались они на колеснице она говорит наоборот вот туда вот коснется это как шофером показывать направление прямо на врага в лоб идем на таран ухетов две с половиной тысячи у них одна колесница всего то есть они вдвоем он его колесничий и вот что происходит дальше естественно уже версии начнет разница вообще как небо и земля потому что ну поймется почему тут в общем все понятно достаточно я сейчас на то по на основе чего мы это рассказываем значит есть такая известная поэма пентаура ну пентаура это жрец и полностью текст сохранился на папирусе который он составил поэтому называют по его имени это поэма пентаура это текст высечен и на храмах и в карнаке там и в абусинбеле в общем-то там где вот большие какие-то комплексы строил рамсес там этот текст тоже высечен но приписывается возможно пентауру может быть был другой автор сейчас это несут дело естественно текст очень такой как и соответствует исторической мифологии или мифологической истории он достаточно величественный я буду приводить некоторые отрывки чтоб вы могли вы можете сами найти всю поэму прочитать она есть в интернете естественно мы сейчас говорят и настолько общепризнанные вещи что сам факт существования вот этого это никто не распаривает там спор идет лишь уже трактовках и сейчас поймется почему вот описание пентаура как он сначала описывает самого царя своего фараона египетского вот он пишет нет мужа равного его величеству владыки молодому отважному могуча длань его бесстрашность сердца силой подобен он мунту в час величия его он прекрасен собою как отум и ликуют созерцающие великолепие его прославлен он победами своими над всеми странами и не ведают часа когда вступит он в бой как стена ограждает он войско свое он щит его в день сражения стрельбе из лука не ведает он соперников отважнее он сотни тысяч воинов он идет во главе войск своих и обрушивается на полчища вражеские веря сердцем в победу свою смел и доблестен он пред лицом врага в час битве подобен пламени пожирающему стоя к сердцам он словно бык и с презрением взирает на объединившиеся против него страны тысячам уже не может устоять перед ним сотни тысяч лишаются силы при виде его вселяет он страх грозным рыком своим сердца народов всех стран ну вы примерно значит представили настрой этой поэмы в каких тонах это значит все описывается собственно говоря те события которые описываются тут иначе естественно других тонах и не опишешь вот скажу два слова о том что были до этого в общем то это все все источники известны на сайте ла и старом не знаю сейчас есть на новом или нет было статья дмитрия не чая супер оружие на службе у фараона вот там приводились не только отрывки но отрывки вообще весь текст может каждый найти прочитать там делался какой-то анализ естественно трудно понять какое уже было применено тем более грамм пытаемся его сравнивать современным это мягко говоря не всегда совпадает это иногда может быть что-то напоминает иногда вообще непонятно что напоминает понятно какие ассоциации могут возникнуть но даже в тех случаях когда вот что на что-то похоже я хочу уточнить такой важный момент вовсе не факт что это было нечто подобное нашему оружию поскольку технология отличалась вот и строительная все-таки отличалась от нашего времени естественное оружие тоже должно было отличаться каким бы там массовым поражением она не характеризовался как бы не напоминала наше оружие массовое поражение она все-таки наверное было другим потому что есть и какие-то его описанные моменты которые с нашими не очень совпадают это тоже естественно это пока мы говорим о египте а потом перейдем другим странам в общем то и особенно в индии там этого добра вообще больше всего так вот посмотрите вы если я вот то что прочел не просто для ознакомления вот попробуем уже немножко анализировать да что мы можем делать у нас есть текст это факт он высечен на стенах храмах он написан на папирусе он до нас дошел переведен и никто не отрицает что написано именно так идут разные версии в интерпретации как это понимать что это означает это привлечение это лезть по отношению к фараону или так и было на самом деле вот и как было на самом деле вот это все вопросы естественно значит я в двух словах нас перед тем как мы начнем все анализировать если вы внимательно слушали вот посмотрите такой тысячи мужей не может устоять перед ним сотни тысяч лежа лишаются силы привитию как ты понять как может один человек если мы говорим о ручном труде до грубых холодное оружие там меч лук стрелы как может один сразиться с тысячей а сотни тысяч как могут лишиться силы да вот что-то кто такой один перед сотней тысяч или вот еще одна тоже потрясающая фраза как стена отр ограждает он войско своего он щит его в день сражений фараон защитник войска из не войско защитник фараона там армия защитник страны там 23 февраля там 8 марта 7 на нет понимаешь фараон это такое такого даже при сталине написали наши там типа вот немцы подошли к москве сталин рассердился вышел из кремля и так сказать согнул немцев бараний рог пока армия там оправлялась от поражения или где-то маневрировала или окружала кого-то с флангов то такого вообще никогда не было что интересно я сейчас двух словах расскажу самого так сказать самый сход битвы по пентауру в общем то или между очень у историков сейчас подвергается сомнению даже самый сход битвы давайте посмотрим все немножечко поэму потом постепенно чтобы картина разворачивалась мы не будем слишком забегать вперед и нас атакует перепуты и эффект разворачивания картины теперь будет недоступен значит в каком моменте мы остановились вот значит так окружают они приближаются вот эти две с половиной тысячи колесниц архетские колесницы были больше египетских на них умещалась по три войны вместе с колесничьим если на египетских было два то есть один был колесничий второй мог там стрелать стрелять из лука или метать копья допустим то у хетов было два так сказать войны и один колесничий то есть примерно семь с половиной тысяч человек его окружающие вот значит что происходит ну колесничему когда фараон говорит так сказать вперед там происходит вот такой вот интересный диалог него колесничий ему отвечает что ну а зачем нам ну мы же так сказать по ну войско сбежал телохранители сбежали мучен зачем нам куда нам сражаться да и вот ему очень интересно отвечает рамсес он говорит что сердцу твоему эти бабы но смысле бабы он имеет ввиду сбежавших воинов женщин они они не мужчины они то спят женщин в этом смысле и без них одолеем врага и дальше идет такой по значит ну прогрессничий подчиняется они едут навстречу врагу и здесь начинается диалог уже рамсеса диалог с амоном он обращается к верховному богу и развал тогда его величество что же случилось отец мой амон не уж то забыл отец сына своего разве приступал я предначертания твои что значит владыка египта если чужеземец осмелится преграждать ему путь что сердцу твоему эти азиаты не ведающие бога покинула меня в войско я кричал ни один из них не слышал когда я взывал и постиге что благотворнее мне омон миллионов воинов сотен тысяч колесниц вот во время этой беседы так сказать когда сын а фараон это не только сын еще и воплощение бога так сказать обращается к отцу через некоторое время приходит ответ то есть отец начинает проявляться рамсес начинать сверкать вот так описано в поэме и мы естественно с красивыми эпитетами грозен там ослепителем там пусть до того что там под конец говорит что он чуть ли не всю эту долину спалил своим сиянием это уже совсем не холодное было видимо оружие достаточно горячие возможно даже наверное даже огнедышащие вот и во время дальше идет вот такой текст опять от первого лица фараона и простер он ко мне десницу свою и я возликовал и был он как бы за мною и предо мною одновременно и укрепилась сердце мое и возликовала грудь и совершилось все по замыслу моему я подобен был монту в миг величие его я стрелял правой рукой а левой захватывал в плен вот еще одна загадочная фраза как как ни крути понять это трудно чем как он стрелял правой рукой то есть звука стреляет двумя руками и одновременно лет в горку захватывал в плен вот тут конечно 2500 колесниц окружавших меня распростерлись пред конями моими ни один из них не поднял руки на меня руки их обессилили они не могли натянуть тетиву чтобы и не нашлось у них силы чтобы взяться за копья я поверх их я поверг их и перебил многих из них ни один из поверженных не оглянулся кто упал уже не поднялся вот тоже интересно там упал от удара или дальше и идет опять да тут такой пассаж опять как стена ограждает он фараон войско свое он чит его в день сражения смелый доблести но он пред лицом врага в час битве подобен пламени пожирающему тысячи мужей не могут устоять перед ним лишаются силы при виде его вселяет он уже с грозным рыком своим вот древняя поэма стиль конечно древние кипецки это чувствует сразу нашли не так уже никто не пишет тоже советские времена так уже не писали просто что там советские на даже при петре первом он дальше идет тоже интересный пассаж я настигал множество их ибо хоть и бежали они ноги их были слабые всякая стрела опущенная в мое величество приближаясь ко мне отклонялась и пролетала мимо меня ну сейчас это однозначно обыскали какой силовой путь его защищала и кстати подобные вещи нашей так сказать армии уже есть может быть не в таком массовом порядке пока в единичных экземплярах они есть посмотрите допустим есть репортажи телеканала звезда вот новых видов радиоэлектронного оружия в том числе и которая делает в общем-то практически неуязвимым и не отстрел там или копий от ракеты и снарядов в общем то сейчас нечто подобное не разглашать конечно что это именно там какие частоты какие приборы но что это само по себе технологически возможно это факт мы говорим о древнем египте то есть на пятом году правление рамсеса сейчас датировка тоже не очень точная но большая часть так сказать по в основном если правление рамсеса от 1279 год начала до нашей эры на пятом году лишь битва приклады шли произошла у 74 получается и дальше идет опять комплимент фараону не тревожит тебя обилие стран выступающих против тебя то есть это не одни только хеты были там были союзники там вообще был сброд со всего ближнего востока собраны там хочешь пограбить египет а кто же не хочет ну тогда пошли там третьим будешь да пошли искать 2 вот таким макаров значит набрали целую орду и это орда наткнулась на вот такого необычного воина когда один в поле воин суреем на челе моем сокрушающим врагов извергая огонь и пламя в лице их я был словно ра восходящий ранним утром и лучи мои опаляли врагов один из них крикнул осторожно берегись не приближайся к нему осеняет его божество она с ним в колеснице его всякого кто приблизится к нему сожгут огонь и пламя это не человек среди нас это бог великий силы это сам вал это были поклонники вала они его и вспомнили недоступные людям деяния творит он подобное может совершать лишь единственный не могу я не поднять руки не натянуть тетиву когда смотрю на него в общем тут все дело кончилось дальше идет такой красивый пассаж и его величество сжег всю долину в конечном итоге и кончилось все тем что все ты свалившись к нему на колени стали умолять пощадить потому что и они это как-то еще аргументировали мотивировали то есть мы убедили что ты бог а раз ты бог значит мы твои слуги зачем что убиваешь своих теших слуг своих хватает стране вот будут новые давай не надо нас убивать в общем вот в таком значит русле шла дальнейшая беседа но во время этой этого политического события и рамсес прекратил их убивать он дальше значит с ними он не просто победила они еще составили мирные договоры кстати это первый в истории достаточно интересный так дипломатически разработаны там с какими-то условиями с какими-то правилами мирный договор достаточно интересный и что значит поскольку египетские иероглифы расшифровали гораздо раньше чем хетский хетскую клинопись и иероглиф к тоже была своя значит естественно представление о исходе битвы при кадеше были сначала те которых о которых рассказывали египтяне вот то что я вам сейчас расскажу то есть египтяне победили естественно всю мифологию оставляли в стороне считали что часть войск все-таки успела перейти о ронд рамсес успел перегруппировать свои войска которые были на том берегу реки снова контратаковал противника и в общем-то его победил короче говоря потом когда перевели хетскую клинопись оказалось что хеты в общем-то совсем не признавали за собой поражение они были очень даже довольны этой битвы при кадеше тогда стали возникать такие вот странные версии о том что а ну не скажу и египтяне проиграли если бы египтяне проиграли вся эта огромная орда вторгалась бы в египте все бы там разорила и это было бы хуже нашествия диксоса в общем-то как минимум было бы как нашествия гиксов а как максимум было бы как вот приход персов то есть вот египт потерял бы вообще государственный стал бы это скачевой колонии и сырьевым придатком банановой республикой в общем этого же не произошло значит тогда что тогда вот по версии таких вот скептичных официальных естественно историк ну тогда получать что где там капра ну значит была ничья так сказать значит и хеты не признают что они проиграли мы все с ней египтяне не признаю чтобы как они проиграли когда они победили вот такая складывалась история а на самом деле в принципе тут не трудно не нужен такой очень уж глубокий анализ чтобы понять поскольку этот мирный договор был достаточно гуманными там рамса с ней не дрался них по 7 шкур не в общем-то он был таким действительно великими великодушным правителем он с ними потом они даже породнились они ему царевин присылали своих дочерей царских хецких чтобы на нем на нет женился и даже не одну от двух и причем он настолько уже относился к ним нормально как но это новые друзья или родственники появились да ну повоевали прошло все война кончилась и мирный договор что когда потом болели правители хетов у них не не было хороших лекарей он своих врачей египетских он посылал туда значит столицу хетов хатусу чтобы значит помогли им поскорее выздороветь эти люди уже твои родственники тоже не враги понимаешь какие там враги когда-то и женат на их дочери и в этом смысле хеты вполне могли считать что они в принципе даже что-то выиграли то есть выиграли нового союзника он бы мог их разнести в дребезги вообще там войти в эту хатусу и вообще разгромить один в принципе но он этого не сделал с ними очень подружился и не признавать свое поражение для хетов особенно для такой воинственной агрессивной империи которые были хеты это совершенно естественно потому что в конечном но они же не проиграли их не завоевал никто никто их с ним дань не берет они там договорились о разделе сверх влияния какие города будут по чим протекторатам и так далее там павлом какие условия нормальный мирный договор кстати вполне даже в каком-то смысле если вы анализировать современный по актуальности вот тех вопросов которые там поднят это совершенно для нас для нашей политики совершенно понятно и совершенно все значит нормально и вот про версии того что он там перед группа перегруппировал свои войска и как-то сражался я это уже рассказал и получается вот такая картина что в общем то а на стенах храмов это написано что же тогда это что информационная так сказать война что ли он врет своему народу почему-то почему пойму пентауру рассказывает именно так и вот что интересно при соперничестве которое было в общем то и у древних правителей и у современных это тоже иногда проглядывает это черта она еще далеко не прошла она еще актуальна вот если какой-то они же но мы же знаем из истории могли стереть надписи там написать другое ему там приписать заслуги себе там туда все так и те 10 при всем при этом поэма пентаура абсолютно уникальна ни один египетский фараон не до не после а были воители но в общем то ни один рамсес был воитель там тоже тут мост 3 тот же его отец эти первые после рамсеса тоже были рамсеса там до кончим больше десятка фараонов в общем это имя принимала и что кстати интересный сигнал означает что если опять рамсес праве значит на страну вряд ли кто-то рискнет нападать это некоторые из них старались расширять владение но там всегда соседние страны вот кто больше присутствует кому подчиняются такие какие-то споры были но уже больших нашествий на египет не было никто словно бы не рисковал после того что им устроил рамсес что куда же ты с войсками идешь завоевывать страну в которой один только фарон против тебя выйдет и все твое войско пусть спадет перед ним на колено с чем там воевать какой смысл вот я сейчас повторяю вот это абсолютно уникальное вот это произведение это поэма пентаура и если посмотреть если с той точки зрения что это может быть все вранье и куд личности якобы фараона хотя про куд личности мы уже говорили как он в египетской ситуации выглядит это вот технотон старе при котором египетурой чуть было не кончил свое существование вот если это просто ну льстецов всегда тоже хватало если это лесть по отношению тем более молодому фараон так все остальные бы каждый себе написал бы так сказать по по одной поэме каждый нашел бы даже не одного целых десяток пентауров и все бы им расписали все бы им принесли бы это и везде это было шука другой фараон вообще там солнце остановил там я не знаю своим копьем или чем-нибудь глупости бы расписали но всего этого нет есть обычные небольшие привлечения которые даже читаю можно понять что вот это может привлечения вот это может справа вот мы сейчас свои задним умом которым крепок любой мужик мы сейчас спокойно вот судимо тела в древних о том что до нас дошло а вот такого нет потому что а как ты такое напишешь но придет завтра опять вражеское войско на выходе один побеждай если ты не умеешь то чего выпендриваешься это же надо уметь потому и люди понимали все-таки не все же дураки да они понимали что такое заявлять если этого у тебя нету просто нельзя это не просто ложь это в общем-то это невозможно по моему совершенно логично и с точки зрения то есть есть кстати литературные произведения есть даже пятитомный роман написанный с точки зрения более-менее такой право правдоподобная история где все события герои разговоры диалоги оружие все вот как в древнем египте а вот этот эпизод все таки там расписан именно не очень понятно что произошло но именно так как вот у пентаура потому что потому что нет другой версии у нас и вот все эти разговоры о том что он перегрупп как он перегруппировал силы даже если все его войско перешло все эти 15 тысяч мало того что она была почти в три раза меньше хитского у хитов были железные так сказать доспехи не только вот оружие было железно только мечи там копья наконечники стрел доспехи даже были железные а в египте были бронзовым оружие было бронзовое доспехов не было вообще вот уже вот это преимущество и в числе и вооружений и колесниц было больше и больше воинов на колеснице бы очень все преимущества на стороне хитов были победа практически была ну в общем была недостижима смотри нормальный есть такой из отчета очень интересная выписка я бы хотел ее зачитать это отчет 1 экспедиции кука южный берег новой говинеи 3 сентября 1770 года не успели моряки удалиться от шлюпки на четверть мили как из леса показались три туземца с громкими криками они бросились на англичан внимательно тот кто бежал первым говорится отчеты в отчете стал размахивать чем-то попрежде висела у него на боку мы увидели вспышки как будто бы пушечного пороха но никакого шума взрыва мы не слышали руку его спутникам пришлось выстроить в тузенцам чтобы добраться до шлюпки откуда они могли рассмотреть их без помех жители новой гвинеи точности походили на австралийцев как и те коротко стригли волосы не носили никакой одежде лишь кожа не казалась такой темной без сомнения потому что она была менее грязной между тем туземцы продолжали время от времени метать огонь производя по 45 вспышек за раз мы не могли понять что это был за огонь и с какой целью его метали туземцы они держали в руках короткую палку возможно выдолбленный ствол тростнюка который они размахивали стороны в сторону и при этом из нее вылетал огонь и дым совсем как при выстреле из ружей также быстро исчезавший корабля видели это странное явление и у оставшихся на борту моряков создавалась полная иллюзия оружейной стрельбы да и самый сами мы не сомневались бы в наличии у туземцев огнестрельного оружия если бы шлюпка не находилась так близко мы должны были бы слышать грохот выстрелов это явление так и осталось необъяснимо несмотря на множество высказанных догадок и лишь когдашняя правдивость великого мореплавателя заставляет нас поверить в истинность его рассказа знал о таком но это что в принципе нет нет я понимаю это а что там какой-то эффект на них это произвело но смысле что-то там повреждение какие-нибудь на суднику димит жертвы потери об этом не сообщается в этой в этой цитате нет вот только в общем фейерверка вот салют китайский так сказать китайская пиротехника голову туземцев судя по всему но это новое обвинение 1770 год и на даже пиротехника это что такое и откуда нет ну не царла у китайцев судя по всему тоже них не им тоже от кого-то досталось у китайцев были над мир пороховые ракеты и они могли лететь ну сейчас трудно сказать насколько нам наверное несколько сотен метров могли по идее они могли так сказать их могли запускать в море против кораблей если это долетала и попадала в корабль она могла устроить там пожар от ракеты и все могу я понимаю да да я обратил на нее все помню не знаю как не было звука никакого не было они были рядом и подумали что из них на у них идет уже стрельба из огнестрельного оружия изначально но потом не пыли что звука не слышит ну бесшумно сглушительный уземный глушитель да это самое мушкет с глушителем с оптическим прицелом фильме в американском фильме там же завтра на 8 пытались убить короля из мушкета с оптическим прицелом это конечно это оружие богов это больше культ культу карга но это опять какой-то не непонятное какой-то опять оружие но сейчас к сожалению вообще никаких описаний чтобы даже могли не сравнить там вообще подумать даже о чем идет речь это каргость с кем-то карго с кем они могли это сохранить могли у кого-то взять несут сначала понять что это такое потому что думать откуда им досталось вот в случае с египетским этим супер оружием в общем-то описано она достаточно понятно по моему все ясно нет вопросов по описанию конечно много вопросов возникает но по описанию достаточно понятно что она произвела она парализовала она вызвала сияние там и какой-то ощутимый огонь все-таки долина была сожжена там может быть травы пожухли мог бы деревья сгорели там подробности не приводится вот какое-то описание здесь есть теперь если мы будем говорить о других но мы немножко упоминали в общем-то о том что у в общем-то многих древних народов есть описание необычного оружия мы только принципе знаем все я рассказывал уже про глаз баллора который назывался у кельтов ну в общем-то некоторые историки номер горбовский проводят аналогии он считает что видимо описывалось ну подобное или такое же оружие вот индийская бра мастера то что в перу называлась маш-мак и но опять же самое интересное мы сейчас рассказали про египетскую поэму о битве при кадыше в общем-то о том как это кончилось я скажу еще вот такой момент попадались даже версии о том что это вот более поздние времена недавно уже пытались как-то помирить всю эту ситуацию помирить так сказать выводы об этой ситуации что якобы рамсе смог с ними договориться с хитами предложить им там какую-то дань или что-то это все совершенно несерьезно если мы анализируем общественно-митарные вещи для диких народов и существа и для современных кто проявил слабина он не откупится может откупиться сильный он может сказать там сейчас мне некогда с тобой воевать возьми вот там столько-то талантов золота и убирайся отсюда с глаз до выше 5 не видел но если это скажет слабый на следующий год они придут снова скажу давай столько же они просто поставят на него до возложить на него дань и так что эти объяснения тоже то есть мы имеем дело с фактом того что описано сражение описан его исход и вообще течение этого сражения который совершенно его является для нас феноменом непонятными не объясним предположить что какое-то оружие было использовано но предположить можно ну какое причем она одна и парализующие тоже потому что вот я читал отрывки вы наверно если внимательно слушали вы наверно поняли там кто-то не мог поднять лука натянуть эти вы кто-то не мог подняться кто-то говорил не смотрите на него вообще-то ужас там как он сияет вот это все теперь главный вопрос который задают все честные люди большевикам как говорилось который мы задаем сами себе мы же сами и честные люди и сами себе большевики кстати человек размышлять он должен уметь общаться и сам собой а что это было на самом деле то вот так а что это было попробуйте каждый может думать что хочет но на мой взгляд очевидно что в общем то что там что-то обязательно наверняка было применено без этого невозможно и результат вот этот который даже в мифологии он не часто встретишь что вот один воин может победить целое войско в эпоху грубой силы это невозможно да вот какой бы он не был сильный там он может быть разломает челюсти одному второму десяти двадцати какой он бы там ни был брюс ли я не знал ли мастер кунг-фу ли чего угодно но против лома нет прямо так сказать могут него метнуть копье там не один и не два десяток от одного но вернется от третьего защититься от пятого как-то я не знаю что но какой-то него попадет и если ранит и бросит на землю все его или возьмут в плен или убьют вот что такое так сказать примитивные инструменты в применении к оружию если по поводу обработки мы там у нас другие аргументы другие размышления то тут вообще все понятно тут примитивным оружием и есть еще одна деталь интересная что старых если посмотреть старые учебники в общем то такого до брежневского периода советские там прямо так и описывал что сам рамсес был атлетического строения в сражении принял участие именно как сильный воин то есть он был такой шварцник рожь раздолбал своих врагов естественно с войском он один против целого войска не мог бы а потом когда в 70-е годы оказалось что у мумии рамсеса там какие-то проблемы связанные микроорганизмами привезли эту мумию на обследование в париж и это было по новостям это уже снято очень то есть хроника такая вот когда делал фильм почти 10 лет назад я вот тоже показывал оказалось что это совсем не шварценеггер в общем-то достаточно изящный худой ну мумия она худая может он выполняет при жизни нормального строения в общем такой стройный ну высокий ну для древнего мира такого неплохого роста но не очень высокий там не не великам 2 метра дали два с половиной нормальный человек то есть эта версия тоже никуда не годится и мы имеем факт вот того же феномена вот как мы имеем обработку каких-то поверхности те же там саркофаги в сакаре масса там вот или древние эти сосуды из диорита или там в общем то какие-то из обсидиана обработаны в мексике вот все эти феномены которые опять не объясняют степенькой мы имеем еще один такой крупный случай вот тут совершенно потому что никак это не объяснишь понятно что он что-то применил но что что это было за оружие она одновременно и так сказать нервную паралитическое действие тоже оказывала не просто жигала не просто там кого-то кого-то он убивал ну наверно как на было прибить если бы он никого бы не убил там сербы просто всем бы дал просто подзатыльника они бы так быстро не приструнились бы понятно вот в общем тут у нас остается большой знак вопроса и если мы перейдем сейчас в общем то уже так сказать половину перешли через реку орунд